Ассаламу алейкум ва рахматаллах баракятах, уважаемые братья и сестры. Сегодня я увидел видео татарских братьев из канала Татары Мира про Ногаев. Ногаев в этом видео названы младшими этномиссионерами. Старшие этномиссионеры, соответственно, наши башкирские братья. То есть, оказывается, башкирские братья учат нас, как ассимилировать, разделять и уничтожать татарский народ. Конечно, это смешно звучит, но все же я хотел бы выдать ответ от нашего татарского брата, тоже татарского брата, Тимура Гази. В этом видео своем он явно и четко показывает, кто и какой народ является этномиссионером. Для чего был создан татарский народ. Делайте выводы сами. Саламу алейкум ва рахматаллах ва баракятух. Саламу алейкум ва рахматаллах ва баракятух. Вот еду, думаю, про судьбу Татарстана. Ведь на самом деле более чем интересный регион в истории России. Я разбирал историю возникновения павловских татар, кто и когда делал татар как нацию, выделяя из общего тюркского элемента вот эту группу. Ну, если в двух словах, то в момент экспансии Российской империи в Среднюю Азию, в Туркестан усилиями светлейшего князя Горчакова была выделена вот эта вот группа тюрков в массе своих горожан и торговцев. Которых и сделали потом поволжскими татарами, как пример для тюрков-мусульман Туркестана. Вот, мол, есть в Российской империи некая мусульманско-тюркская группа, которая хорошо живет и не надо, в общем, бояться Российской империи. И, естественно, основные эмиссары дружбы России в Туркестане были как раз татары. И с тех пор вот эта вот татарская тема с тем, что либо татарская жена, либо татарин, записанный коренной национальностью. Вот это была нормальная такая отлаженная схема, которую люди двигали и она себя хорошо оправдала. В дальнейшем татары, пользуясь вот тем преимуществом, которое они получили, значит, приближенностью к Москве, выделились. То есть явно, что татарстанские элиты, как я их называю, ОПГ, общественно-политическая группировка татары, они, конечно, выделялись на фоне других. И стояли, ну, как минимум, там, в уровень с евреями, например. Международная крыша, понятно, что у евреев была гораздо сильнее. Татары изначально ориентировались во многом на Турцию. Ну, а, соответственно, что называется, где Турция и где евреи, да? Особенно в те годы. Ну, и, конечно же, некие татарские руководители были вхожи, а, скорее всего, и состояли в определенных кругах определенных тайных обществ. И это, конечно же, им очень сильно помогало. Ну, как пример я уже приводил, что, скажем, Муртазар Ахимов, башкирский президент, такой крыши не имел, и поэтому вылетел очень быстро. Равно, как и, скажем, даже Лужков. Ну, вот, а Татарстан до сих пор жив и здоров. Спросите вы меня, а как же Кавказ? Надо понимать, что возвышение северокавказских народов Российской Федерации началось после 91-го года. То есть это была осознанная политика из Москвы. Ну, и, соответственно, со своими подлостями и каверзами типа Первый и Второй Чеченских войн. Это совсем другое. В какое сравнение с уровнем татарских бонз, конечно, это все не шло. Это все новодел, и это мы увидим в очень скором времени изменения. Ну, а что творится сейчас? Сейчас все достаточно просто. Изменяется ситуация. Тайные общества, которые сояли за татарами, ослабли. Что называется, геополитическая крыша протекла. Но главное не в этом. Главное, что уходит эпоха. Сменился стиль, сменился образ. Национальные государства, а равно как и национальные образования, типа национальных республик, национальных элитарных группировок, они стали никому не нужны. Они отжили свое. И вот здесь надо понять одну простую вещь. Если ОПГ татары, если татарстанские элиты хотят сохранить свое влияние, если они хотят остаться, что называется, на коне, то они должны в первую очередь изменить парадигму своего мышления. Они не должны цепляться за прошлые заслуги, за прошлые возможности. И это очень важно. Потому что то, что было, то ушло. Соответственно, если есть желание выжить и сохранить свое влияние в среде нового социализма, среди новых корпоративных взаимоотношений, татарам надо срочно менять парадигму своего понимания мира. Только тогда что-то можно сделать. Ну, посмотрим, смогут ли это нынешние татарстанские элиты. Ассалам алейкум, ва рахматуллахи, ва баракет.